Ну уж верно так, дядюшка, восклицает мозгляков, все более и более приходя в вдохновение. Кажется, что так, друг мой, отвечает дядюшка, или что-нибудь подобное. Впрочем, может быть, и не так, но только приудачные вышли стишки. Вообще, я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий. Но скажите, князь, чем же вы все время занимались в вашем воединении? Интересуется Марья Александровна. Я так часто думал о вас, маншер пранс, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением. Можно узнать об этом подробнее, чем занимался. Ну, вообще, знаете, много занятий. Когда отдыхаешь, а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи. У вас должно быть чрезвычайно сильное воображение, дядюшка. Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом удивляюсь. Когда я был в Кадуеве, а-пропо, ведь ты, кажется, Кадуевским вице-губернатором был. Я, дядюшка, помилуйте, что вы, восклицает Павел Александрович. Представь себе, друг мой, а я тебя все принимал за вити губернатора. Да и думаю. Что это у него как будто вдруг стало совсем другое лицо? У того, знаешь, было лицо такое осанистое, умное. Необыкновенно умный был человек. И все стихи сочинял на разные случаи. Немного, а так сбоку. На бубнового короля был похож. Нет, князь, перебивает Марья Александровна. Клянусь, вы погубите себя такой жизнью. Затвориться на пять лет в уединении, никого не видать, ничего не слыхать. Ну что, ну вы погибший человек, князь. Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан. И вам всякий скажет, что вы погибший человек. Неужели, восклицает князь. Уверяю вас, я говорю вам, как друг, как сестра ваша. Я говорю вам, потому что вы мне дороги. Потому что память о прошлом для меня священна. Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь. Иначе вы заболеете. Вы истощите себя. Вы умрете.